Что делать, если тебе всего пять и на тебя хочет напасть злая собака? Или гроза настала тебя, пока ты мирно шел с прогулки домой? Или, еще хуже, в водоеме ты неожиданно стал тонуть, а помочь совсем некому? Все мы были детьми и знаем, это страшно. Ирина в прошлом спасатель, в настоящем мама, сейчас самозабвенно рассказывает детям, не только своим, но и чужим, как найти выход из любой такой истории. Не пострадать, не покалечиться, не испугаться. В подмогу себе выдумала помощника, звездочку. Персонажа, который изо дня в день оберегает детей от бед. День возникла очень давно, когда родились мои дети, я тогда начала рассказывать сказки. В сказках уже была вот эта звездочка, которая сейчас на сцене, она уже тогда оберегала, защищала. Ну, как любая мама, я транслировала какие-то принципы безопасности для детей через сказки. Идея доросла до серьезного образовательного проекта. Звездочка из ее воображения стала реальным мультяшным персонажем. Теперь с мультфильмами Ирина ездит по школам и показывает детям, как спастись от больших бед, которые маленького человека караулят на каждом шагу. У них со звездочкой есть своя инструкция. Полезная и очень нужная. Если ты оказался в комнате, где помол дыма, помни, нужно подгнуться как можно ниже и опуститься на пол. Там меньше дыма. Мальчишкам и девчонкам пока в такие ситуации не доводилось попадать. Но они, не зевая, слушают лекции. Чтобы быть на готове, если вдруг что. Я сегодня научился тому, что нельзя, что можно делать при пожаре, при молнии. Как надо себя вести в воде, если кто-нибудь тонет. Это мне знать обязательно, чтобы не утонуть или кому-нибудь помочь. Ирина решила, учить надо не только малышей, а еще и их мам и пап. Ни одному родителю не помешает быть немножечко спасателем. На спинке что мы делаем? Между его лопаток, вот тут у него лопатки, начинаем стучать. Стучим не ладонью, стучим тыльной стороной ладони. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, да? Самая распространенная ситуация. Младенец проглотил инородное тело или подавился едой. Родители, особенно молодые, в девяти из десяти случаев, не знают, что и как делать. Критическая ситуация, когда человек подавился, но некогда ждать врача, можно использовать так называемый прием Геймлиха. Он очень простой, но эффективный. Ничего более лучшего еще никто не придумал. И так пострадавшего нужно обхватить руками под ребра, сжатыми в замок и резко надавить. И так процедуру можно повторить несколько раз. Эти основы, казалось бы, очевидны, но не для всех. Поэтому Ирина считает нужным снова и снова донести эти прописные истины до мам и пап. Еще не родители, но тоже пару полезных уроков надолго запомнили. Джамиля Ибрагимова и Антон Красов. Ставропольское телевидение.